Тверская область уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта. Верхневолжье участвует в профильной федеральной целевой программе с 2007 года. Как результат, сегодня каждый третий житель региона систематически занимается спортом. А в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов спортивной инфраструктуры. Все подробности в сюжете Анастасии Новичковой. На сегодняшний день в регионе развивается более 100 видов спорта. Одним из популярных является футбол. В него играют взрослые и дети как на любительском, так и на профессиональном уровне. Тверские спортсмены достойно представляют регион на соревнованиях, завоевывая медали различной пробы. Но и для участников любительских команд футбол стал важной частью жизни. Спортом я занимаюсь уже лет 19. Это, конечно же, соблюдение режима питания, режим отдыха, ну и, соответственно, это тренировочный процесс. Разные виды спорта были, но футбол остался самым эффектным для меня и самым долгоиграющим. Благодаря спортивным нагрузкам улучшается кровоснабжение мышц и регуляция их деятельности нервной системой. Происходит рост мышечной массы. При здоровом подходе к спорту укрепляется иммунитет, а, следовательно, улучшается самочувствие. Также занятия спортом помогают отвлечься от проблем и снизить уровень стресса. И тут главное найти свое направление, которое будет способствовать гармоничному развитию. На сегодняшний день есть достаточно большое количество спортшкол. Не только футбольных, абсолютно любых. И поэтому, мне кажется, каждый человек может найти абсолютно разное для себя увлечение, которое может привести его к каким-то большим победам и большим наградам. Конечно же, польза от занятий спортом колоссальная, как для детей, так и для взрослых. И вне зависимости от возраста начать вести здоровый и активный образ жизни никогда не поздно. Как говорится, было бы желание. В нашем регионе развитию спорта уделяется особое внимание. Также развиваются направления адаптивной физической культуры. Оказывается, поддержка спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.